Приветствую всех! Сегодня, 20 октября 2017 года, мы ведем разговор с организатором Врадиевской ходы, Врадиевского движения, от которого начался Майдан, и соорганизатором нынешнего протеста под Верховные Рады Василием Люборцом, известным общественным деятелем. Василий, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, по состоянию на 20 октября 2017 года, что происходит под Верховной Радой? Добрый день! Я бы чуть-чуть поправил представление не протестного движения, а акции непосредственного народовластия, которое у нас в Конституции Украины, статья 5-я, говорит, что народ, осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти местного самоуправления. То есть, первым словом идет непосредственно народ, осуществляя свою власть. Вот это, я бы сказал, такой узловой момент этого стояния, если можно так сказать, возле Верховного Совета или нашей Верховной Рады, мы так ее называем, гражданские активисты. Вот, мы здесь пришли и стоим, как говорят ребята, до победы, а победой нашей мы будем считать, это полная перезагрузка власти, то есть изменение системы партийно-олигархической на систему в сети территориальных общин, которая, собственно, всегда была здесь, в Украине, от царя Гороха, и она вкрали у нас украинцев с вот этим нашим фирменным, нашей фирменной самоорганизацией, если хотите. Вот, нами движет вот память о Небесной Сотне и долг перед Небесной Сотней, который мы, все, кто был на Майдане, кто шел с ребятами, кто на фронте сейчас стоит и защищает рубежи нашей страны на востоке, это наш долг перед этими ребятами, кто там погиб, чтобы из страны выживания сделать страну процветания. У нас есть все для этого возможности, и вот, собственно, почему мы сюда пришли. Прошу, Василий, спасибо за такой ваш вопрос еще. Вот вы сказали, партийно-олигархическая система в Украине, которая в настоящее время сложилась. Вот в чем вообще вред ее заключается? Ну, мы видим, да, основные признаки. Это коррупция, это вот то, что нету этих самых иностранных инвестиций, иностранцы не могут. Вот, а что вот еще вот от этого, так сказать, вот какой вред? Понимаете, партийно-олигархическая система, этой системой окутан весь мир, я бы сказал, паутина этой системы окутан весь мир. Разница лишь в том, что в разных странах вот эти олигархи или люди, которые нас грабят, они делятся с людьми, которые производят продукты, скажем так. Например, я 14 лет прожил в Соединенных Штатах Америки, и я прекрасно знаю, что там людей доят не хуже, чем в России, но олигархи осознают, что если они не будут с людьми делиться, то люди могут, как говорил Форд еще в 1922 году, он говорил, ему принадлежит такая фраза, что если бы люди знали, как организована наша финансовая и банковская система, революция бы началась до завтрашнего утра, то есть это он говорил про американцев, вот. Но там очень искусно это делается, и когда в 2008 году был, помните, этот эпотечный кризис, то благодаря тому, что средства массовой информации тоже в их руках, хотя они создают дуальность, как бы такую внешнюю, два полюса силы, два полюса влияния, но тем не менее тот и тот полюс, они в руках одного властелина, это денег. И им удалось вот этот протест в 2008 году свести на нет, благодаря тому, что они средние Америки, а это работоголики, это люди духовные, это высший уровень духовности там средней Америки, то есть люди живут по заповедям Бога, они молятся лбом о пол, вот, и они работоголики, и у них винчестер под рукой у каждого, вот, и вот эти олигархи их очень боятся, и сначала они очень перепугались, а потом им удалось за счет средств массовой информации сказать вот этим американцам, среднеамериканцам, что, ребята, вы тут пашите, пашите, а эти бездельники хотят, чтобы вы с ними делились, хотя бездельники, как они этих людей назвали, хотели, чтобы они делились, чтобы олигархи с ними делились, понимаете, то есть перевели стрелочку, и средняя Америка не поддержала вот этот протест в Нью-Йорке. Точно так же, собственно, делается и у нас, и партийная олигархическая система, она коррупционная по определению от начала. Почему? Потому что каждая партия, любая партия, она создается, как правило, с благими намерениями, с благими намерениями. То есть партия говорит, ребята, мы вам поможем сделать вам жизнь лучше. Люди искренне это верят, но партия начинает пробуксовывать, потому что у нее нет ресурса для того, чтобы сделать людям жизнь лучше. И в этой ситуации к ней подъезжает финансово-олигархическая группа или олигарх, например. Вот, например, такой олигарх у нас, как Ахметов, у него несколько партий, у одного олигарха несколько партий. И он, как у футбольных клубов, например, у него шахтер, Заря, Мариуполь. Точно так же у него несколько партий, там Ляшко и другие, Каплин, в общем, и они работают на финансово-олигархическую группу. И вот это первая ложь от начала. То есть в результате партия начинает выполнять заказ своего кормильца. А наказ кормильца олигархов – это ограбить народы, а не то, чтобы народ жил по-человечески. Он совершенно противоположен тем изначальным установкам, на которых партия создавалась. И вот таким образом партия фактически является таким манипулятором общественным мнением и инструментом в руках олигархов для того, чтобы людей водить за нос. Но есть добрая весть. Добрая весть состоит в том, что мы живем в эпоху, когда правдивое слово вышло из-под контроля власть имеющих. И как бы они не хотели нас обмануть, ничего не удается. И у них крыша едет от этого, понимаете? Но, то есть и дни их сочтены. На смену, но, опять же, это диалектика, что систему можно сменить только другой системой. Невозможно систему сменить, заменяя элементы системы. И систему партийно-олигархическую, которая стоит на рыночной экономике, основной формой собственности, в которой есть приватная собственность, она умирает объективно. И ей на смену идет система ВИЧ-ВАЯ. Что значит ВИЧ-ВАЯ? ВИЧ-ВАЯ – это значит, что, например, в маленьком городке или районе, или области, или в республике Украина, где мы сейчас находимся, люди собирают... ВИЧ-ВАЯ есть высшим органом власти. ВИЧ-ВАЯ собирается... ВИЧ-ВАЯ – это общее собрание. В современных условиях это общее собрание, можно делать в интернете. Это легко. И ВИЧ-ВАЯ собирается минимум два раза в году. И оно определяет все. Между ВИЧ-ВАЯ избирается орган, который служит громаде, а не ее, извините, насилует. ВИЧ-ВАЯ – это политическая надстройка. Базисом ее является народная экономика, то есть, или семейно-экономическая модель, я так называю ее, которая стоит на новой форме собственности. Основная новая форма – это природная собственность. А именно, ребенок родился, у него уже одна часть собственности. Моей маме 86 лет, у нее 86 частей. И на эту собственность должны постоянно падать дивиденды за использование этой собственности. И не нужно будет ни пенсии, ничего, понимаете? То есть, ну вот, коротко... Хорошо, Василий, спасибо. Скажите такой вопрос еще, а каковы перспективы вот этого протеста? Перспективы этого протеста... Сейчас Украина стоит на грани утраты государственности. Фактически у нас внешнее управление... Прошу прощения. Фактически у нас внешнее управление, но пока еще формально у нас Украина существует. Организована война для уничтожения украинцев. Народ доводится до нищеты через вот эти тарифы, через грабеж среди бела дня. Организован безвиз в Европу. Едьте, ребята, туда и там будьте счастливы, а вы нам тут не нужны. Ну и последнее, хотят продать землю. Хотят продать землю из-под наших ног. Это последний Рубикон. Сейчас вот эта клика Порошенко, которую мы не выбирали, кстати, ребята. Как говорится, сотни проливали кровь на Майдане, тысячи на войне, а миллионы сидели на печи и выбирали этих Порошенков, Луценков и прочую эту, извините, шваль на таком слове. Мы прекрасно их читаем. Они делают вид, что они ничего не видят. Но мы долго терпели и, наконец, созрели. И сейчас мы пришли снова ходой с Бережинки, где фронтовиков, вот эти беркута, или новые эти беркута, буквально, ну, буквально побили, избили фронтовиков, которые защищали фермера. Вот мы оттуда пришли через холодный яр на Киев. И с 14-го числа мы уже стоим на Майдане. С 17-го числа мы присоединились к акции, которую созвал Михаил Саакашвили, вокруг которого вертятся вот эти тоже депутатики и политические деятели, мертвые партийные деятели. Но сейчас инициатива берет на себя общественность, то есть гражданские активисты. И благодаря вам, благодаря свободной прессе, вот, правду остановить невозможно. Люди едут со всей Украины, набираем 100 тысяч людей, объявляет Майдан себе высшей властью в стране, и этой властью безпосереднюю или непосредственно организует переходное временное правительство, объявляет переходной период и создает территориальные общины снизу доверху. Слово «республика», кстати, в «назконституции» 5-я статья говорит, что Украина – это республика. Республика означает «дело общины» в буквальном переводе. И вот у нас и будет «дело общины снизу доверху». Ну и таким образом мы станем на пути к процветанию, а не выживанию, как мы сейчас находимся. Хорошо, спасибо вам большое. Это был Василий Люборец, специально для «Оригинал ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!